Ежегодно перед семьей пенсионеров Гороховских из Кузина встает проблема отопления своего просторного дома. Дом обогревается дровами, которые еще надо привезти и расколоть, что с годами уже становится проблематично для уже немолодых супругов. Буквально месяц назад, в Новый год, у нас была эта улица завалена бревнами. Это надо было их распилить, расколоть, уложить. Это такие были чурки, что я даже их поднять не могла, конечно. И получилось только вот три поленницы. А нужно таких две машины. Или даже три, если это холодная зима. Одна машина необработанного леса стоит 15 тысяч. А уже готовых дров, по словам кузинцев, в три раза больше. На этом неудобство не заканчивается. Уже готовые для топки дрова пенсионерам необходимо занести в дом и ими топить котел. Сам котел тоже надолго без присмотра не оставишь. Может повредиться. Здесь еще что-то плохо. Допустим, затопил котел, выставил температуру, поехал в город и все время переживаешь. А будет сегодня свет отключен? Ведь не будет. У нас здесь такое бывает зачастую. Почему? Потому что то ветром там линию повредит, то предохранитель вырубит. А нельзя, чтобы он воду не гонял. Здесь не самотеком. У нас система закрытая. А когда газ будет на газу, вырубили электричество и котел погас. Все вышеперечисленные проблемы остались бы в прошлом, будь поселок газифицирован. Это многолетняя мечта всех жителей Заречья. Многочисленные просьбы провести на правый берег двинный газ не остались без внимания. 7 февраля в Кузино на встречу с населением приехали глава округа Александр Кузьмин и начальник Великоустюгской ремонтно-эксплуатационной службы Александр Бураков. Жители Кузина услышали долгожданную новость. Газопроводу быть подготовительной работы по прогладке стартует в конце марта текущего года. Строительная монтажная работа запланирована на 23-й начало 24-й год. Газопровод, как вы понимаете, длительный, очень-очень большой. Местность у вас очень интересная, горы хорошие. Поэтому на строительство газопровода взято определенное время. Подрядчик будет определен в результате конкурсных торгов, которые пройдут во втором квартале этого года. Будет определена подрядная организация, которая будет заниматься монтажными работами. После монтажа межпоселкового газопровода, который будет охватывать Кузина, Арестова и Бахарева, подрядчик приступит к прокладке распределительного газопровода по улицам вдоль домов, после чего уже можно будет подводить газ к участкам. Общая протяженность распределительного газопровода составит более 17 километров. Планируется по Кузину 11 километров прокладки газовых линий и, соответственно, конечно же, Арестова и Бахарева. В Арестова 5 километров и в Бахарева 3 километра. Жители давно просили, обращались и на губернатора Вологодской области. И было принято решение, будет компания прокладывать газопровод по дну реки. Дюкером все согласования получены, что в 2024 год для Заречной стороны придет голубое топливо. Дорогостоящие дрова, обслуживание капризных дровяных котлов и прочие сопутствующие трудности в ближайшие годы отойдут на второй план для жителей Кузина и других населенных пунктов Заречья с приходом голубого топлива. Многолетняя мечта о подключении своего дома к газу становится реальной. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».